МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! С вами Запрудская Анна. Это программа «Открытый диалог» на телеканале «Индекс». 10 декабря отмечается Всемирный день футбола. А сегодня футбол – это один из самых популярных видов спорта. Развитие футбола во многом зависит от того, насколько сильно уделяется внимание популяризации его среди подрастающего поколения. О том, как обстоят дела с детским футболом у нас в городе, мы поговорим с исполняющим обязанности директора футбольного клуба «Барановичи» Иваном Крутовым. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Анна. Вы не понаслышке знакомы со спортивной деятельностью. Расскажите, пожалуйста, что для вас значит футбол? Футбол для меня, наверное, это определенная часть жизни, причем довольно-таки серьезная. Она занимает, наверное, больше не все 100%. Конечно, остается время на семью и так далее. Но тесно связано с работой, поэтому большую часть времени приходится заниматься, проводить с футболом, смотреть, увлекать, любить. Поэтому это, скажем так, почти вся жизнь. А как вы пришли в футбол? Почему из всех направлений был выбран этот? Вид спорта? Ну, наверное, отец привел меня в свое время. Футбол номер один в спорту в мире, да, поэтому, наверное, выбор был очевиден. Смотришь чемпионаты мира, чемпионаты Европы, увлекательно, отец смотрел, поэтому он привел, и любовь так проснулась, и остался на долгие годы. А вот за какую команду болеете, если не секрет? За какую команду? Ну, команда уже вылетела с чемпионата мира, за Испанию, потому что они проповедуют, такой, скажем, контроль мяча. Футбол интересен для зрителей, скажем так, для болельщиков, поэтому очень жаль, что вылетели с этого чемпионата мира. Ну, давайте ближе к нашему городу. Как развивается детский футбол у нас в городе? У нас в городе, ну, вы знаете, с ведением строительства стадиона, который у нас проходила реконструкция стадиона «Локомотив», сейчас у нас есть неплохая инфраструктура для развития детского футбола, увеличилось количество залов, количество натуральных искусственных полей. И для такого большого количества детей, которые занимаются у нас в городе, а их порядка 350 в детской школе, я скажу, что футбол у нас, я думаю, что будет развиваться еще более крупными темпами. Вопрос только становится вот увлеченности ребят, потому что сейчас очень много, скажем так, отвлекающих моментов, гаджетов и так далее. А вообще, я думаю, что даже для Барановича именно детский футбол – это спорт номер один. А вот почему важно уделять внимание больше детскому футболу? Ну, потому что это начало, это исток. Футболисты не рождаются вот так вот, не приходят в 25 лет, 30 и начинают играть. Все начинается вот с обучения маленьких детей, футболистов, увлечения их футболом. И поэтому это очень важно, этому надо уделять очень много внимания, чтобы даже то подрастающее поколение, которое будет в Барановичах, оставалось играть там в футбольном клубе Барановича, неважно, играть за юношеские какие-то сборные, национальные. Но все начинается с детского футбола. И насколько мы хорошо улучшим условия для развития детского футбола, насколько будут хорошие квалифицированные кадры для того, чтобы работать с детьми, тем успешнее будет развиваться у нас футбол в городе, в частности детский, и тем успешнее будет выступать основная команда города. С какого возраста дети могут начать заниматься футболом? И какие-то критерии оцениваются при подборе кандидатов? Ну, вы знаете, сейчас столько много разных мнений и по этому поводу, начиная от того, что приводят детей и в 3, и в 4 года, ну, оптимальный, наверное, возраст – это 5-6 лет, когда ребенок уже немножко осознанный, когда он понимает, для чего он пришел, что он делает на поле, чем он занимается, понимает подсказки тренера и так далее. Поэтому, ну, наверное, вот детско-спортивная школа, которая у нас работает довольно-таки успешно, она набирает 5-6-летних ребят и начинает с ними заниматься от 2 до 3 раз в неделю. Она поставит на основе, тренировка около часа-полутора часов уйдет, работает, как правило, один или два тренера в зависимости от количества наполняемости групп. Поэтому мы набираем деток вот именно 5-6 лет, с 5-6 лет, и начинаем с ними работать вплоть до, скажем так, их выпуска 18-летия. Если ребенок старше 5-6 лет, какая максимальная планка, чтобы начать заниматься футболом? Вы знаете, раньше, вот на моей памяти, даже такие случаи были, что приходил ребенок в 12-13 лет и успевал, скажем так, проникнуться и футболом, и подтянуть свои навыки, которые были упущены за время его пропуска, то, что он не ходил в дюж. Но сейчас тенденция такая, что если ребенок чуть опоздал, 7-8 лет, и уже ему тяжеловато будет. Тяжеловато, потому что дети ушли со дворов, у нас нет такого дворового футбола, как было раньше. По сути, негде погонять мяч по большому счету, поэтому и навыков таких нет. И уже приходят детки совсем не обученные, в 7-8 лет, и подтягивать их тяжело. Это не поздно, но я думаю, что такой критичный возраст, это 7-8 лет, когда уже надо точно определиться с каким-то видом спорта и полностью ему отдаваться. Где и как проходят тренировки? У нас несколько, скажем так, баз, и летом мы проводим тренировки на стадионе «Локомотив» на запасном поле. Сейчас, в этом году, открылось футбольное поле на Дубово «Спорт», улица Гаевая, 56. Там проходит в основном большая часть наших тренировочных занятий, осенний-весенний период. Даже в зимние старшие дети мы стараемся чистить поле, чтобы оно было пригодным, чтобы практически круглогодично, особенно что касается старших детей, несмотря на, скажем так, погоду, они могли заниматься и совершенствовать, потому что все-таки футбол в залах это немножко другое. Ну, а маленькие дети у нас занимаются, даже мы распределяем, чтобы родителям после работы было не так напряжено, тяжело везти детей куда-то в определенный конец города. Мы стараемся разбивать по районам, по школам. И у нас практически в каждом районе, в каждой школе есть занятия, где мы проводим одну или две группы разных возрастов, приезжают тренеры и работают в этих школах, чтобы родителям было удобно после работы привезти ребенка на тренировку. А уже старшие дети, которые могут сами добраться, в вечернее время смогут сами добраться, они занимаются в спортивном зале дюш номер 5, который располагается по улице Фабричная 5. С какими сложностями сталкиваются дети, возможно, даже и тренеры в процессе обучения? Вы знаете, ну, на первоначальном этапе это, конечно, вот заинтересовать именно молодого футболиста, потому что приходит мальчик, он еще не так, скажем, внимателен, не так концентрировано его внимание и вот привитив любовь к футболу, скажем так, к нему, к нему, там, работа определенная с мячом, какие-то игры увлекательные, чтобы он именно полюбил этот вид спорта. Уже в дальнейшем, да, существует проблема, что начинаются какие-то интенсивные тренировки, они могут повторяться, ребенок теряет интересы. Здесь очень важно, чтобы и родители, и тренер постарались убедить, направить, довести до этого молодого футболиста, что надо потерпеть, где-то будет непросто, где-то совсем непросто. И вот категория деток всегда бывает так, что отсеивается. Кому-то тяжело, кому-то пропадает интерес, но если тренер совместно с родителями, это очень важно, поддержали интерес ребенка к футболу, то проблем не будет, и он остается на долгое время и находит себя в футболе. А вот на ваш взгляд, насколько важно с малых лет заниматься ребенку спортом? Вы знаете, ну, наверное, тут даже не с малых лет, ну, априори, наверное, надо приучать детей к какому-то там, не обязательно, это может быть футбол, это может быть любая физическая культура, да, но выбирая, скажем так, командный вид спорта, как футбол, хоккей, в частности, это прививает ребенку, мне кажется, не только, скажем так, не только добавляет здоровья, да, но и социализирует его в обществе, помогает быстрее адаптироваться, найти какие-то общие интересы в коллективе, может быть, лидером быть к этого коллектива, поэтому я всегда за и своего ребенка тоже в спорт обязательно. Футбол? Ну, нет, не футбол, но приводили, мы занимались гимнастикой, поэтому это очень важно. Выезжают ли дети на соревнования? Да, у нас есть как официальное соревнование, которое проводится под эгидой АБФФ, это чемпионат Республики Беларусь, у нас участвуют две команды сейчас в высшей лиге, хоть клуб и главная команда играют в первой, но дети выступают в высшей лиге, участвуют в соревнованиях с такими командами, как Шахтер, Солигорск, Динамо, Минск, футбольный клуб Минск, Батэ, противостоят этим командам. В прошлые годы наши команды участвовали тоже в первенстве Республики Беларусь, но по первой лиге становились призерами, победителями этих соревнований. Это что касается соревнований, которые официально проводятся, основные, скажем так, наши соревнования уже для более старших детей. А маленькие детки, да, мы проводим соревнования какие-то на призы нашей школы, футбольного клуба, либо они выезжают в соседние города не так далеко вместе с родителями при поддержке родителей. Рядышком здесь Слоним, Моцевич, и довольно-таки часто тренер, чтобы также поддержать интерес ребенка к футболу, ну и родители, соответственно, тоже понятно, что надо какие-то участвовать где-то в каких-то играх, турнирах, и таких для маленьких детей сейчас очень много проводится турниров по всей Беларуси, и раз в месяц команда определенного возраста старается выехать на соревнования. А вот на сегодняшний момент насколько сложно заинтересовать ребенка футболом, и как сложно его удержать, чтобы он не бросил свое дело? Ну, вы знаете, сейчас стало чуть сложнее, скажем так, хотя определенные моменты, там, летом, да, особенно, когда детям после школы, нету школы, каникулы, приходит, как правило, Дюш осуществляет набор в летний период, чтобы осенью уже открыть группы и планомерно заниматься. Но сейчас немножко с этим, скажем так, сложнее, потому что появилось даже у нас в городе много отделений там того же футбола, гонбола, определенных видов спорта. Но футбол выбирает, потому что это спорт номер один, и на данном этапе, скажем так, у нас, что касается нашего города, то самые многочисленные по количеству детей в Дюше именно это футбол приводят родители деток туда. Когда можно записаться, куда можно обратиться и с какого времени набирается группа? Вы знаете, ну, набор идет, скажем так, круглогодично практически. Да, идеальное время для записи обращения в Дюше это август месяц, когда приходят дети, кто-то приходит первый раз на начальном этапе только занимается о них смотрит, кто-то приходит чуть опоздав, скажем там, 7-8 лет, и им надо время провести какой-то тренер определенное тестирование, посмотреть на этого молодого футболиста, сможет ли он адаптироваться, в какую группу его зачислить, начинающих чуть сильнее, слабее, потому что по каждому году обучения есть несколько групп, кто чуть-чуть выделяется, они занимаются там в отдельной группе, кто чуть-чуть отстает, их надо подтянуть, занимается в другой группе, поэтому идеальное время это, конечно, привезти ребенка в августе, в спортивную школу, идешь номер 5, на улице Фабричная 5, либо в стадион Локомотив, обратиться в администрацию клуба, вам подскажут, в зависимости от возраста вашего ребенка, подскажут номер тренера, администрации, вы можете позвонить и уточнить все интересующиеся вопросы, где и в какое время будут проходить занятия и тренировки. А вот сегодня тренеру легко ли находить общий язык с детьми? Ну, у нас работают молодые специалисты, поэтому я думаю, что проблем нет и все на одной волне, тикток, инстаграм и так далее, это ушло, наверное, то поколение специалистов, которые были постарше, и понятно, что у молодого поколения детей, которые приходят сейчас, есть интересы, заботы, ну, наши молодые тренеры легко находят язык практически с каждым футболистом молодым, и поэтому это не проблема, все на одной волне общаются. Это очень здорово, а вот самое интересное, какая главная цель в вашей работе? Самая главная цель, ну, мы, наверное, так громко будет сказано, может быть, но мы не стараемся воспитать прям уже спортсмена, футболиста, да, мы хотим, чтобы наши воспитанники представляли юношеские национальные команды нашей страны, выступали также в клубе основной команды первой лиги, да, ты всегда стоишь какие-то определенные цели, задачи, победы на турнирах и так далее, но главная, наверное, задача, это воспитать здорового, здорового, вести везде, потому что футболист такой отзывчивый народ, помогающего человека, который в трудную минуту не бросит ни себя, ни своих партнеров и, может быть, даже с собой поведет. Поэтому мы не ставим такой глобальной целью прям уже тут воспитать кучу спортсменов, но мы хотим, чтобы эти детки, которые уходили от нас, в жизни чего-то добились. Иван, мне бы очень хотелось, чтобы вы провели сейчас с нашими телезрителями умственную тренировку и рассказали о самых главных терминах, которые встречаются в футболе. Их, наверное, так много, что можно начать там с элементарных, когда ты просто как обыватель сидишь даже на стадионе, на трибуне, и болельщики или даже маленькие детки, приходя на футбол с родителями, начинают спрашивать у родителей определенные моменты, там, штрафной, что это такое, их все время интересует, на тренировках они задают такие вопросы, когда только приходят. Но есть такие термины, пришедшие, скажем так, из футбольного такого словаря, который немногие знают, допустим, офсайт. Это положение вне игры, когда игрок атакующей команды находится за линией команды соперника. И сейчас очень много на чемпионате мира таких моментов, их с помощью компьютерной графики рассматривают, вплоть до миллиметра выдвинутой руки, если она чуть впереди игрока обороны, это уже считается, что мяч вне игры, и, соответственно, игра останавливается, назначается свободный удар. Пенальти, да, самое интересное, что это 11-метровый удар, поворотом, без стенки, вратарь против игрока, и сейчас тоже вот тенденция, чемпионат мира, много матчей, заканчивая основное время в ничью 0-0, либо там 1-1, пробивает серию пенальти, и это, как многие говорят, лотерея, но на самом деле, мне кажется, что это мастерство вратаря и бьющего игрока. Большое спасибо, Иван, за такой открытый диалог. Возможно, вы бы хотели что-то пожелать нашим телезрителям. Мне бы очень хотелось, чтобы те, кто нас услышит, особенно молодые родители, брали своих деток в охапку и тащили их на футбол. Огромное спасибо за такой открытый диалог. Вам мы желаем удачи и, конечно же, новых побед. Спасибо. На этом сегодня все. Увидимся ровно через неделю. Всем пока.